В столице региона стартовал летний сезон благоустройства городских дворов и улиц. Планы не то что грандиозные, но сделать мэрии предстоит многое. Например, появятся новые скверы, парковки, детские, а также спортивные площадки. Привести в порядок собираются и пешеходные зоны, чтобы людям было комфортно передвигаться в любое время года. При этом часть объектов построят в рамках федеральной программы «Городская среда». О том, как изменится Наринмар, расскажет Олег Атанзейский. Пешеходная зона между первой городской школой и так называемой «Красной шапочкой» сегодня больше напоминает деревенскую улицу. Повсюду песок и ржавый кабель, торчащий из-под земли. И такой неприглядный вид здесь наблюдается уже десятилетиями. Парадоксальная ситуация от центра города. Казалось бы, проходное место в сутки как минимум сотни пешеходов. Многие с колясками ведь рядом, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Но вот тротуара здесь как не было, так и нет. Весной эта пешеходная зона и вовсе превращается в полосу препятствий. Снег, который падает с крыши соседнего здания, фактически не убирают. Ждут, пока он сам растает. Впрочем, скоро все изменится в рамках летнего благоустройства. Здесь появится тротуар и парковка для автомобилей. Все то, чего горожане ждали уже давно. Это более удобнее, потому что здесь песок. Мне кажется, это не очень хорошо. Это некомфортно. Снег же тает и начинается гляша. Естественно, здесь не пройти, здесь неудобно. То есть все обходят. Земельный участок, расположенный вблизи детского сада «Семицветик» и центра занятости населения, пустует не первый год. Когда-то здесь планировали начать стройку. По периметру установили высокий забор, однако на этом все закончилось. И вот пустующей земле, наконец, нашли применение. Через несколько месяцев на этом месте появится современная детская площадка, провести время на которой сможет абсолютно каждый ребенок. Обновят инфраструктуру и в микрорайоне «Мирный» на переулке «Рождественский» построят полноценную спортивную площадку с мини-футбольным полем. Местным детям больше не придется ходить далеко, чтобы поиграть со своими друзьями. А вот так будет выглядеть будущий сквер рядом с пятой городской школой. Он появится этим летом. Между тем, работы по строительству мини-парка уже начались на рыбокомбинате. Комфортные тротуары, скамейки и урны для мусора – казалось бы мелочь. Впрочем, нареймарцы уже оценили предстоящие преобразования. Не забыли власти города и о местных предпринимателях. Для них возле стоматологической поликлиники оборудуют специальную площадку под торговые павильоны. Здесь же создадут парковочные места. В следующем году сами бизнесмены намерены установить новые лавки, чтобы покупатели радовались не только свежим фруктам, но и внешнему виду павильонов. Ряд объектов в этом году построят в рамках программы «Комфортная городская среда». То есть с привлечением федеральных денег остальные на средства местного бюджета. Так, например, реконструируют многострадальную дорогу, ведущую старый аэропорт. Из тех, что важных таких, так сказать, объектов, которые в оборудовании участвуют в связи с передачей дороги, это реконструкция авиаторов улицы. Конкурс уже прошел. Там 80 миллионов, например, на ее реконструкцию. Но, правда, оно будет с переходящей на следующий год. Вот порядка 50 миллионов будем осваивать в этом году. Подрядчик уже, как сказать, определен. Вот, и мы тоже заключаем все соглашения и будет работать. Работы по благоустройству городских дворов и улиц должны завершиться до наступления первых холодов. Ознакомиться с полным списком проектов, которые будут реализованы в этом году, можно в интернете на официальной страничке мэрии ВКонтакте. Сотрудники администрации подготовили отдельный видеоролик о планах на предстоящее лето. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.